Битва двух столиц собрала в спортивном комплексе Чебоксара-арена более 5,5 тысяч болельщиков. Такой интерес к товарищеской встрече Сокола и Ирбиса вполне объясним. Матч новочебоксарского и казанского клубов поставил точку в хоккейном сезоне. За перипетиями ледовых баталий понаблюдал мой коллега Дмитрий Ковалев. Для обеих команд это был принципиальный поединок. Игроки Сокола хотели порадовать своих болельщиков яркой игрой. Хоккеистам из Казани было важно получить от тренеров, пропускав следующий сезон. Причем против хозяев льда вышли сражаться и два воспитанника новочебоксарского клуба. Счет в этом матче открыл уроженец республики, а ныне игрок Ирбиса Дмитрий Архипов. На 15-й минуте преимущества казанцев удвоились, но перед уходом на перерыв Соколам все-таки удалось пробить ворота гостей. Позже капитан Сокола признается, что его команда допустила немало ошибок в обороне. В третьем периоде игрокам Ирбиса удалось забросить две шайбы. Результат игры 6-5. Победу казанцам принесли булиты. Все хотели победить в биту двух столет. Нам повезло чуть-чуть больше. Все ошибались. Начало, конечно, матча нас подвело. Так бы, если бы мы начали лучше, может быть, был бы другой результат. Но, в принципе, игрой мы довольны, как говорит наш директор. Болельщики довольны. Результатом, конечно, недовольны особо. А так, ну, заделан свящий сезон, я думаю, сделали. За последние три года Ирбис и Сокол встречались на льду шесть раз. В активе новочебоксарской сборной только две победы. Товарищеские матчи никогда не пропускает и призер первой зимней Олимпиады юниоров Александр Протопович. Свою карьеру он начинал в составе Соколов. Это уже не первый раз. Уже раз 5-6 так играл. Как бы уже привык. Насчет играть дома всегда приятно. Всегда родные болельщики. Тем более, как сегодня их было очень много. И это очень радует. Спасибо. После финального списка зрители засыпали ледовую арену мягкими игрушками. Их организаторы матча намерены передать Чувашским детским домам. Дмитрий Ковалев, Ресли Мухаммедов, Республика.